Приветствую вас, начать мне бы свой ответ, наверное, хотелось бы с того, чтобы заметить, вы выглядите очень задетой этой историей, то есть вы выглядите так, как будто вас очень сильно задетили, но это дело, это ситуация, которая произошла с этой женщиной у ночного заведения и то, что вы не дали ей отпор в ответ на ее агрессию по отношению к вам, вами воспринимается как личное оскорбление. Мне кажется, что это может быть связано с неустойчивыми представлениями, например, о себе, у вас. И очень важно посмотреть, какое именно или какие именно представления о себе у вас изменились. В результате этого происшествия вы говорите, что чувствуете себя униженным. Но как вас унижает этот поступок, то что вы ничего не сделали, как вас унижает слабость, как вы говорите. Почему вы обязательно считаете слабостью свое пассивное поведение? С чем это связано? С чем связано то, что вы воспринимаете свою пассивность, в данном случае, как слабость? Мне кажется, что это очень важный момент для понимания того, что с вами происходит. Понимаете, вряд ли кто-то способен унизить другого человека без участия его самого. То есть можно с уверенностью сказать, что вы чувствуете себя униженной именно по той причине, что до этого происшествия, до того, как это случилось, вы уже в чем-либо, скорее всего, в себе сомневались. Я не знаю, конечно, в чем именно, потому что никакой информации по сути дела у нас нет. Нет. Никакой информации о вас у нас нет. Но эту информацию вполне можно получить, если у вас есть, например, такое желание поработать и поисследовать эту ситуацию в целом. Иногда, иногда, но не всегда, конечно, помогает дешать подход в данном контексте и, по сути, так называемое повторное проживание. Проживание данной ситуации. То есть вы проживаете эту ситуацию снова и снова до тех пор, пока вас не отпустит, пока вам не станет легче. Иногда, 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 в случаях подобных вашему используется такой подход. Кстати, в этом ничего плохого и простыдного нет. Главное, чтобы вы, например, выразили свое желание, допустим, в этом направлении работать. К примеру, то есть, если вы хотите, допустим, попробовать данную, ну, данный прием, назовем его так, вот, то можно, в принципе, это сделать. Существуют и другие способы, существуют и другие варианты, другие возможности для того, чтобы решить проблему вашего состояния. Совершенно очевидно, что данную ситуацию вы восприняли через чур близко к сердцу. Совершенно очевидно, что это так. И важно понять, почему так произошло. Важно понять, с чем связано то, чтобы восприняли ситуацию именно как унижение. Во-первых, вам понадобится личностный рост. Это определенная работа над собой. Естественно, вместе с психологом вы не останетесь одна. Вот. И, собственно, психолог, ну, в данном случае тот, кого вы выберете, поможет вам. В этом, в этом. Вот. Ну, идея, идея примерно, пока. Теперь вам осталось сделать свой выбор. То есть, хотите ли вы и дальше мучиться, или вы хотите освободиться от этого и жить дальше. Возможно, вы через чур близко к сердцу восприняли так называемый принцип Талиона, который гласит око за око и зуб за зуб. То есть, возможно, вам хочется именно некого возмездия. Я, конечно, не знаю, но как вариант, вполне может быть. Хотя, понятно, что тут могут быть и другие варианты. Понятно, что здесь может быть и другой вектор развития событий. Вот, опять же, про вас ничего практически не известно. Вот. А вот, я думаю, примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезно, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи! 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 Удачи!